Всем привет, с вами Фанатик, это игра Dragon Age Origins и мы продолжаем прохождение. Собственно в башне на нас напали орды порождения тьмы и нас спасла вот эта вот ведьма Флемет. Но только мы вдвоем выжили, получается, из серых стражей, теперь нам надо объединить всех союзников и дать отпор. Непонятно куда идти надо. На самом-то деле. А ну это заручиться, заручиться и заручиться. Видимо куда хочешь туда иди теперь. Ну погнали потихонечку. Собрать это и отправиться дальше, да. Оу. Ничего себе. Хижина Флемет. Лютеринг. Окраина леса. Ну у меня выбора большого нет. Поэтому сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. По карте. Ничего себе. Не дремлющие море. На запад в Орлеи. Перевал. Морозные горы. Внутренние области. Земли дикарей. Денери. Я рассчитываю, что каждый из вас найдет нам людей. Нужно восстановить потерянное при Астагаре. И быстро. Многие готовы сыграть на нашей слабости. Позволь мы им это. Мы должны отразить нашествие порождений тьмы. Но действовать благоразумно. И без колебаний. Милорд. Разрешите. Вы объявили себя регентом при королеве Анори. И утверждаете, что мы должны объединиться ради нашего же блага. Но как быть с армией, потерянной при Астагаре? Ваш приказ отвезти войска был... Неожиданным. Все, что я совершил, было сделано во имя независимости Фералдена. Я верно служу трону. И вы должны поступать так же. Аны не станут вам кланяться только потому, что вы этого требуете. Я никому. Не позволю угрожать нашему народу. Ни вам. Никому другому. Бонтеган, прошу вас. Милети. Он рискует начать гражданскую войну. Если бы Амон был здесь. Бонтеган, мой отец поступает так, как должно. Но сделал ли он все, что должно для спасения вашего супруга? Это еще и отец жены короля. Ничего себе. Подъем, господа. К нам идут новые клиенты. И ведет их подумать только эльф. Эм, как-то они не очень похожи на остальных. Может, просто дадим им пройти? Чепуха. Привет вам, путники. Разбойники. Должно быть грабят тех, кто бежит от порождения тьмы. У них хватило глупости преградить нам путь. Я предлагаю проучить их. Да разве так здороваются вежливые люди? Всего 10 серебряных монет и ступайте своей дорогой. Вы че, офигели? Тебе стоило послушать своего приятеля. Мы не беженцы. Что я тебе говорил? У них нет ни одного фургона. И этот вдобавок вооружен. Дорожную пошлину платят все, Ханрик. Вот почему это дорожная пошлина, а не, скажем, налог на беженцев. Да, точно. Даже если ты не беженец, все равно плати. Забавные они. И не мечтайте, я не стану платить. Не скажу, чтобы такие речи пришлись мне по душе. У нас тут, знаешь ли, свои правила. Хорошо. Значит, нам придется обыскать твой труп. Таковы правила. Ты офигевшие типы вообще. Неужели вы хотите драться с магом? С магом? Не хочу быть забой. Да никто тебя в жабу и не превращает, трусливый ублюдок. Я слыхал, что если мага проткнуть мечом, он валится замертво так же, как и простой смертный. Кончайте с ним, ребята. Вот засранцы. Ну хорошо, тогда вот так. Опа. Ха-ха. А теперь получай. Оп. Отлично, заморозило, молодец. Так, лаваль. Лежит, отдыхает. Теперь давай. Оп. Хорошо, хорошо, остаемся. Мы же просто пытаемся свести концы с концами, пока порождение тьмы всех нас не изничтожили. Ну конечно. С концы, а не с концами. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Вести концы с концами? Ты преступник? Да, я преступник, признаю. И приношу свои извинения. Ничего себе, преступник, который извиняется. Неожиданность. О, можно с собой взять. Так, отдайте все, что награбили. Да, да, конечно. Деньги, которые мы собрали вот здесь. Чуть больше сотни серебряных монет. Остальное в сундуках, которые мы принесли. Клянусь жизнью. Ну, это мне уже нравится. Тогда уносите ноги и не вздумайте вернуться. Благослови тебя, создатель. Ну ее, эту деревню, к порождениям тьмы. Отлично. Полторы голды получено. Вот это мне уже нравится. В этот сундуках у них. Аптечка, механизмы, ловушки. Все, что ли? Два сундука? Не, ну а что? Полторы голды неплохо. Учитывая, что у меня копейки в инвентаре. В карманах. Как на картинке. О, ты наконец-то изволил с нами заговорить. На меч бросаться передумал? Я так понимаю. Неужели так трудно понять? Ты что, никогда никого не теряла? Вот что бы ты делал, если бы твоя мать умерла? Ты имеешь в виду после того, как перестала бы хохотать? Дикость какая. Считай, что я ничего не спрашивал. Такс. Куда-то в себя совсем уходил Алистер. Да, я знаю, я просто думал. А, ну тогда неудивительно, что так долго. Все с тобой ясно. Ничего странного, что у тебя никогда в жизни друзей не было. Дружелюбие-то можно изобразить. А вот с умом, к сожалению, такой фокус не пройдет. Надо узнать, что в мире творится, а потом решать. Но нам же надо представлять, что делать дальше. Нет, пока. Нас интересует три договора. С далийскими эльфами, с гномами Арзамара и с кругом магов. Кроме того, я думаю, что мы можем положиться на Эрла и Амона. Я бы даже первым делом отправился к нему. А можно как-нибудь связаться с Серыми Стражами? За пределами Фералдена есть лишь одно место, где их можно найти. Это крепость Вейсхаупт. И она в тысячах миль отсюда. Да, долговато идти пойдется. Значит, надо отправляться в путь, искать тех, кто нам нужен. Я даже могу сказать тебе, где искать. А где искать далийских эльфов? Если мы пойдем на восток по направлению к Бресильянскому лесу, то сможем разузнать об обитающем там кочевом клане. Надеюсь, они еще там. Хорошо. А где искать гномов? Надо поговорить с их королем в Арзамаре. Это на западе, в Морозных горах. Путь туда будет нелегок. Но ведь круг магов во всем слушается церковь. Формально круг магов независим. А поддержит нас церковь или нет, это нам неведомо. Ты так на это рассчитываешь? Если мы поговорим с первым чародеем, он не сможет не согласиться с тем, что ответственность перед серыми стражами превышает ответственность перед церковью. Или даже самим Тейерном Логейном. А где искать эрла Эамона? Эамона. В замке Рэдклифф, в крайней западной части Фералдена, рядом с перевалами. Если там его нет, нам скажут, куда он отправился. А где, кстати, Логей? Если не в походе с армией, то, вероятно, у себя во дворце, в Ден-Риме. Можем, конечно, сходить и в Ден-Рим. Только что-то мне подсказывает, что нам там рады не будут. Так, смутные подозрения. Всё, я во всём и разобрался. Значит, у тебя созрел план? Конечно, я готов идти. Можно и туда. Что ж, когда будешь готов, сворачиваем лагерь и идём в деревню. Можно и туда? Можно и куда? Да, я совсем не понял, но да ладно. Это что, беженцы? Ну да, это беженцы. Итак, давай поговорим немного о твоей матушке. Я бы предпочла поговорить о твоей. О моей матушке говорить нечего. И кроме того, это ведь твоя матушка, зловещая ведьма, которая живёт в лесной чаще. Это куда интереснее. Для тебя, возможно. Тебе и мох на камне показался бы интереснее. Эй, ты. Если ищешь надёжное убежище, предупреждаю. Здесь ты его не найдёшь. Я замёрз. Да, деревушка такая, разрушенная прям совсем. Ничего себе. В ящиках какие вещи лежат. И никто не против, что я их беру. Я имею право назначать любую цену. Ты наживаешься на их несчастье. Я скажу храмовникам, чтобы они раздали людям все товары из твоих повозок. Ты не посмеешь. Пусть только кто-нибудь из вас хоть на шаг подойдёт к моему добру, и я! Приятно видеть, как все работают, сообща, в тяжёлое время. Греет сердце. Эй! Да-да, ты. Вид у тебя бравый. Не хочешь ли немного подзаработать, Оказав помощь осаждённому врагами коммерсанту? Убери немного, и я подумаю, это как понять интересно. А с чего бы это я стану тебе помогать? А я разве не сказал подзаработать? Он заломил несусветную цену за товары, в которых люди отчаянно нуждаются. И набивает тебе карманы за счёт их крови и слёз. Это просто стремление выжить. Кто приспособился, тот и выживает. И все эти кретины поступили бы точно так же. Просто не могут. Мои запасы ограничены. Люди сами решают, стоят ли мои товары этих денег. Большинство своих товаров ты купил на прошлой неделе у этих же людей. Теперь они бегут, спасая свои жизни. А ты говоришь о бизнесе. Послушай, незнакомец. Я дам тебе сто серебряных монет, если ты прогонишь отсюда всё это отребье, начиная со жрицы. Я просто честный купец, и больше ничего. Ну, голодишка это неплохо. На самом-то деле. А что ты мне можешь предложить, сестра? Ты хочешь, чтобы я предложила тебе больше? У нас нет таких денег. Что я получу, если помогу вам? Мы ничего тебе не можем предложить, кроме нашей благодарности. Хм. Ну, я даже не знаю. Взять голодишку. Ладно, я считаю, что это неправильно разгонять отчаявшихся людей. А что, всем этим людям стало бы лучше, если бы им вообще было нечего покупать? Они в отчаянном положении, поэтому тратят свои последние сбережения. А этот негодяй обирает их точно так же, как грабители с большой дороги. Хватит. Я больше не стану спорить. Прогони эту женщину и получи свои сто монет. Или я уезжаю со своим товаром. Хм. Хм. Так, думаю, ты можешь пойти на уступки и всё же не остаться в накладе. Возможно, если эта женщина согласится, что я могу получить хоть какую-то прибыль. Делай то, что считаешь нужным. До тех пор, пока твои цены не станут непомерными для бедняков. Ладно, ладно, договорились. Ну а для тебя, поскольку ты не очень похож на бедняка, обычные цены. Мы, похоже, нанялись разрешать все нелады в деревне. Порождение тьмы это оценит. Спасибо тебе за великодушную помощь. Да хранит тебя Создатель. Мориган не одобряет. Нормально. Надо было, короче, взять деньги, и всё окей было бы. Так, ладно. Не думаю, что ты собираешься что-нибудь купить. Именно что собираюсь. Показывай. Ладно. Ты только всё почистую. Не скупи. Почему это? Тут-то скуплять нечего. Концентрированный яд, зажигательные бомбы, замораживающие бомбы. Вот это вот нормальная тема. Только у меня денег. Кстати, денег 8 голды. А давай, замораживающую бомбу я возьму. Рецептик. Что у него тут ещё? Полезного вроде бы ничего нет. Конечно, есть ещё целебные припарки, но у меня ещё вроде бы присутствуют. Так, значит. Кольчугу продаю. Всё. Это пока не буду. Щит пока тоже оставлю. Вот это сюда. Амолит очищенник исследователь. Тоже пока что оставлю. Особо-то и продавать больше нечего. Ингредиенты мне пригодятся. Кинжал нормальный. Шапка. Посмотрим. Короче. Пальзам проворства. Временно повышает скорость атаки. Животный яд. Ну, не сказал бы, что беженцам прям вот эти все товары очень нужны. Если честно. Без всякого берут товары из ящиков и сундучков. И никто мне даже слова не говорит. Ну, хорошо. Я, собственно, совсем не против. Вот там рефийский корень. Давай-ка возьму. Давай-ка это я возьму. Это мне пригодится. Ну, и тут по шуродю. Корешочек. Раз. Перчатки. Беспонтовые. Вот что. Кубинный гриб тоже возьму. Так-то не особо тут что-то ценное есть. Так шел-шел. Неожиданно нарвался на задание. Ну, кроме благодарности, конечно, я ничего не получил. Надо было прогнать эту жилицу. Харисты все еще держат свою кафедру. Регионы зла уже у вашего порога. Они сожрут наши сердца. Бежать некуда. Зло покроет весь мир, как стая саранчи. Перестань, ты пугаешь детей. Лучше перерезать им горло сейчас, чем обречь на мучения в лапах порождений тьмы. Глядите, их приспешники уже среди нас. Вот этот человек несет в себе их омерзительный смрад. Или вы не видите, как бурлит в нем гнусная чернота? Че он несет? Неужели некому угоманить этого безумца? Вот ты и займись этим. У меня нет охоты близко знакомиться с его топором. Я видел, как Черная Орда обрушилась на моих соплеменников. Тьма поглотила болото. Это исчадье. Лишь первое из тех, что уничтожат нас. На тебя больно смотреть, что произошло. Моя семья, мой клан. Эти твари растерзали их всех. Мы, уцелевшие, бежали сюда. Но и здесь нам не спастись от порождений тьмы. Не будь глупцом. Порождение тьмы можно победить. Нет! Я их видел! От них нельзя убежать! С ними нельзя сражаться! Если будешь тут стоять и кричать, тебя это не спасет. Мы ничего не можем сделать! Надежды больше нет! Да вот заладил ты, смотри какой! Думаю, ты недооцениваешь наши возможности. Магию, например. Ты... Ты хочешь сказать, что я трус? Я хочу сказать, что ты идиот. Только послушай, что ты несешь. Я... Я позорил своих предков. Но ведь грядет тьма! Он был прав, верно? Для нас надежды нет. Хм. Еще один, блин. Надежда всегда есть. Мужайтесь. Ты прав. Нам нельзя падать духом. Но мы же не можем сражаться! Что нам делать? Мы точно так же не можем просто лечь и умереть. Надо идти на север, в Донорим. Ваш король убит! Надежды больше нет! Опять этот кричит, придурочный. Где он? Ничего полезного нет. Эрмаран. Непонятно. Где-то кричит. Надежды больше нет. Король убит. Откуда он кричит? Совсем не ясно. Ну-ка. Если ты ищешь убежище в церкви, то здесь попросту не осталось места. Вы закрыты? Мы никого не прогоняем. У нас просто уже негде спать. Внутри есть священники. Если ты желаешь вознести молитву Создателю. Кто стоит во главе этой церкви? Преподобная мать сама управляет церковью. А сэр Брайант командует храмовниками, которые здесь разместились. Вы знали, что на трактате были бандиты? Были? Ты их прогнал? Сэр Брайант этому обрадуется. Ты слышал какие-нибудь новости? Нет, ни одной не слышал с тех пор, как тут со своим войском прошел Терн Логейн. Очень жаль короля. Но теперь, когда сюда движется порождение тьмы, мало кто может думать о чем-то другом. Ну, тогда прощай. Сохранит тебя Создатель. Ничего себе какая церковь. То здесь, то там замечают порождение тьмы. Но это все одиночки, а про главную Орду пока ни слуху, ни духу. Кроме нас, эту деревню защитить сейчас некому. И я не брошу ее на произвол судьбы. Это все. Да будет милостив к нам Создатель. Не мог бы ты представиться? Естественно. Я Серый Страж-фанатик. А, понимаю. А я Сэр Брайант, командир храмовников Лоттеринга. Терн Логейн объявил, что все Серые Стражи предатели, виновные в гибели короля. Тебе это, надеюсь, известно? Он обвинил нас в смерти короля. И назначил награду за голову каждого выжившего Стража. Я не верю, что Серые Стражи могли быть так беспечны или коварны, как утверждает Терн. Но в любом случае, дела обстоят именно так. Хотя лучше тебе здесь не задерживаться. Так, на всякий случай. Обалдеть. Насчет тех бандитов, которые засели за деревней. Дыхание Создателя. Сколько же еще нам придется их разгонять? Они ограбили меня. Больше не придется. Я сам их разогнал. В самом деле? Они ушли? Это правда. Я своими глазами видел, как эти ублюдки удирали к холмам. Вот это выдающийся поступок. Не примешь ли скромную награду за свои труды? Я могу постоянно присматривать за порядком. За приличную плату, конечно. По правде говоря, мне очень жаль, что не могу себе такого позволить. Но ты все же возьми свою награду. Больше мне нечего предложить. Если тебя это интересует, снаружи есть доска проповедника, а на ней полным-полно объявлений о том, что нужно сделать. За некоторые дела проповедники даже предлагают награду. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Мне нужны кое-какие сведения. Если дело важное, то охотно помогу. Ты здесь главный? Маствы руководит преподобная мать, а я всего лишь командую храмовниками. Обычно наша задача охранять церковь и расследовать случаи незаконного применения магии. А сейчас все, что мы можем, это защищать невинных. Где я могу найти преподобную мать? Она без сомнения сейчас в своем кабинете. Собирает вещи, которые возьмет с собой, когда нам придется уйти отсюда. И кроме вас эту деревню защищать некому? Наш бан был призван Тейрном Логейном и увел с собой на север всех солдат. Лотеринг брошен на произвол судьбы. А как храмовники боятся против магии? В нашем распоряжении не только мечи. Нас учат рассеивать нечестивую магию. Если б только мы могли отогнать порождение тьмы. Увы, это не так. Ну что ж, мне надо идти. Безопасны тебе дороги. И дохранит тебя создатель. 20 серебра он мне дал. За то, что бандитов я прогнал. Вот дополнительный уже год 70. Неплохо. Кто? Прошу прощения, я не видел, как мы подошли. Сэр Доналл, это ты? Алистер? Во имя Создателя, мальчик мой, как поживаешь? Я... я был уверен, что тебя нет в живых. Я пока еще жив, несмотря на старания Тейрна Логейна. Если б только Эрл Эамон не был болен, он бы живо поставил Логейна на место. Болен? Что ты имеешь в виду? Эрл Эамон смертельно болен. Мы не нашли лекарства от этой болезни, ни природного, ни магического. Когда он заболел? Всего несколько недель назад. Но он чахнет на глазах. Никто не знает, что это за болезнь. Даже магии удалось лишь немного замедлить ее развитие. Теперь мы можем надеяться лишь на чудо. Все рыцари Рэдклифа отправились на поиски урны священного праха. Говорят, что прах Андраста может исцелить любую хворь. Вот только я боюсь, что мы гонимся за призраком. С каждым днем моя надежда слабеет. По правде говоря, я думал воспользоваться библиотекой здешней церкви. Но, увы, у меня лучше выходит сражаться, чем искать следы древних легенд. Расскажи мне побольше об этой урне священного праха. Урна якобы содержит прах пророчицы Андрасте. Да ведь ты и сам наверняка все это знаешь. Я бы хотел послушать то, что ты знаешь. Если тебя это и впрямь интересует, то есть книги, в которых содержится немало ценных сведений. То немногое, что мне удалось узнать, говорит лишь о том, что поиски эти безнадежны. Как только прибудет сэр Генрик, я намерен вернуться в Рэдклиф и сказать то же самое Эрлессе. А кто такой сэр Генрик? Рыцарь и мой спутник в этих поисках. Что-то он задерживается. Твой друг сэр Генрик мертв. У меня есть одна его вещица. Что? Да ведь это его медальон. И в нем записка? Создатель милосердный. Благодарю тебя за то, что отдал мне их. Иначе я так и не узнал бы, что произошло. Может мне за это награда полагается? Награда? А, да, конечно. Золотого, надеюсь, хватит? Благодарю тебя. Хотел бы я знать, скольких из нас постигнет та же участь в этом безумном поиске. Вот еще монетка. Неплохо, неплохо. По правде говоря, я надеялся с ним повидаться. Могу я узнать, зачем? Мне нужна его помощь в борьбе с Тейрном Логейном. Понимаю. Эрла очень любят в народе, это верно. Но Тейрн Логейн – герой для ферлденцев. Что бы там ни сделал Тейрн, но Эрл Эмон сейчас болен, а может и при смерти. Это главное, что меня заботит. Ты думаешь, Логейн как-то причастен к болезни Эрла? Эрл заболел до того, как погиб король. Но что, если Логейн и это задумал заранее? Ох, у меня это просто в голове не укладывается. Нам надо самим увидеть, что происходит в Рэдклифе. Сейчас я уверен в этом даже больше, чем раньше. Я совершенно уверен, что в замке Рэдклиф вас примут как дорогих гостей. Там сейчас Эрлеса, а она сможет рассказать вам побольше, чем я. Я пойду. Теперь, когда Генрик мертв, мне нужно вернуться в Рэдклиф. Позднее, быть может, я отыщу ученого мужа, упомянутого в этой записке, а пока я должен идти. Благодарю тебя, сэр. Это неоценимая услуга. Оп, и голос сразу изменился. Забавно, забавно. Кодекс обновлен. Что тут? Какая-то непонятная история. Ладно, это не очень интересно. Получен один золотой. Вот это зашибись. Я же купил, собственно, этот рецептик. Рецептик купил. Как это делать? Непонятно. Ремесло. Карта, журнал, инвентарь, навыки, умения. Неясно мне как-то, неясно. Где крафтится это все, может быть? Ага, вот так. Рустелка, маленькое зелье. И малая целебная припарка. В принципе, можно целебных припарок наделать. Давай-ка тогда. Вот так. И зелье. Склянки мне нужны. Надо где-то склянки приобрести. Закрыто. Мне бы в команду какого-нибудь этого вора найти, чтобы он мог взломать эти звонки. На лестницу зайти нельзя никак. Как скажешь? А вот она, мать преподобная. У нее что? Нифига нет полезного. Желаешь сделать пожертвования в пользу церкви? Судя по твоему виду, ты не так беден, как большинство наших жертвователей. Размечталась. Хотя, с другой стороны, если церковь будет на моей стороне... А сколько у вас принято платить? Скажем, 30 серебряных монет. То есть, опять золотых можно предложить. Да нет. Я думаю, не стоит. Хорошо, вот тебе 30 серебряных монет. Благодарю, сын мой. Итак, что я могу для тебя сделать? Я серый страж, и мне нужна твоя помощь. Да, я слышал об этом, но ведь на самом деле короля предал Логейн. Тейрн Логейн? В это мне так же трудно поверить, как в те обвинения, которые он выдвинул против стражей. За твою голову назначена награда. Скройся с глаз, и я обещаю, что никому о тебе не скажу. Это все, что я могу для тебя сделать. А теперь, если у тебя нет ко мне других дел... Ты смотри, какая... Может, ты сможешь оказать серым стражам хоть какую-нибудь помощь? Я не в силах помочь тебе, не подставив под удар деревню и церковь. Все, что я могу для тебя сделать, сохранить в тайне твое пребывание здесь. Прости. А теперь, если у тебя нет ко мне других дел... Я надеялся получить твое благословение. Благословение для серого стража? Да, тебе и впрямь предстоит нелегкий путь. Имени Мандраста я молю Создателя, оберечь сие дитя и творение его. Храни его, Создатель, и даруй ему свет во тьме. Да будет так. А теперь, если у тебя нет ко мне других дел... Да, я, пожалуй, пойду. Да хранит тебя Создатель, серый страж. Потрачено 30 серебра. Интересно. Какой-нибудь бонус это дает? Или нет? Благословение ее. Или толку от него никакого? Ладно, посмотрим. В будущем. Во что это выльется? Во тьме полилась песня. Больше здесь делать мне, в принципе, нечего. Я замерз. Мне это совсем не нравится. Скажи мне вот что, Морриган. Так, стоп. Единственный наук. Я жила в том лесу всю жизнь. Иногда я уходила оттуда, но всегда возвращалась. А в чем дело? Разбойники повсюду. Грабители беженцев. Если прикончить бандитских вожаков, которые... Будьте осторожны, бандиты многочисленные, умело сражаются. Только вооруженный, хорошо обученный отряд может убиться в лес. А давай. Только непонятно, сколько мне за это заплатят. Но я возьмусь за это дело. Что тут странного? Это был мой дом. Но ведь там были только ты и твоя мать. Мне это совсем не нравится. Мне это совсем не нравится. У матери иногда бывало. Компания. Что? Компания? Даже не знаю, хочется ли мне уточнять. Нет. Думаю, что не хочется. Шахтер, а ну-ка. У меня брат погиб при Астагаре. Надеюсь, следующий не мы. Он говорил... Даже в этой деревушке много всего. Так, так. Ну-ка, ребята, посмотрим, что тут у нас. Похоже, нам здорово повезло. О, солдаты Логейна. Это добром не кончится. Мы ведь, кажется, все утро искали точно такого эльфа. И все как один твердили, что в глаза его не видели. Похоже, что нам врали. Господа, вам незачем беспокоиться. Это, без сомнения, всего лишь несчастные беженцы. Вовсе они не беженцы. А теперь отойди, сестра. Будешь защищать этих изменников, и сама получишь на орехи. А с чего ты взял, что мы изменники? Тейрн Логейн утверждает, что серые стражи предали короля. Ты что, не слышал об этом? Хватит болтать. Стража арестовать. Монахиню и всякого, кто захочет вам помешать, убить. Правильно. Не будем мешкать. Офигеть. Напали все-таки эти засранцы на меня. Так, ну тогда вот так. Взрыв разума. Оглушить. Вот этого заморозить. Не заморозился, зараза. Так, давай, руну паралича сюда. Я это сделаю. Вот это сделано. Зараза, какие они. Ладно, ты постой, отдохни. Ладно, ты победил. Мы сдаемся. Отлично. Они получили хороший урок. И теперь можно прекратить бой. Серые стражи не предавали короля Кайлана. Его предал Огейн. Я был там. Тейрн вывел нас из-за подни. Тейрн обрюк короля на смерть. Это стражи привели короля к гибели. Тейрн ничего не мог сделать. Эй, вы уносите ноги. Да, конечно. Спасибо. Прошу прощения, что вмешалась. Но я не могла просто сидеть и не помочь. И кто же ты, собственно, такая? Позволь представиться. Я Лилиана. Послушница церкви в Лотеринге. Вернее, бывшая. И тебе что-то нужно от меня? Мне сказали, что ты серый страж. Ты ведь будешь биться с порождениями тьмы, да? Ведь серые стражи этим занимаются. Я знаю, что после всего случившегося тебе понадобится вся возможная помощь. Потому-то я и пришла. Почему ты так рвешься пойти со мной? Так повелел создатель. Создатель на моей стороне? Тогда присоединяйся. Значит, ты веришь мне? О, я знала, что создатель послал вещий сон. Видение, говорящее, что служа тебе, я выполняю его святой план. Возможно, с головой у тебя куда хуже, чем думала преподобная мать. Спасибо. Получить такой шанс есть для меня. Я не подведу вас. Мориган жжет, конечно. Действительно? А, тут можно разных набирать. Просто комбинировать. Ну, в любом случае, у меня сейчас только 4 человека. Получается. Что она может? Это лучник? Барт? Разбойник. Разбойник Барт. Ух ты. Неплохо. Что у нее по умениям? Песнь доблести. Патайд получает бонусы к восстановлению маны и выносовости. Про пацана на хитрости Барда. Барт может исполнять только одну песню в каждый момент времени. Кстати, круто. Для магов очень даже сгодится. Что у нее тут еще прокачано? Стрельба из лука. Калечащий выстрел. Быстрая стрельба. Разбивающий выстрел. Тут... Ооо, инструменты. Может скрывать замки. Удар ниже пояса. Грязная борьба. Сдвиживающий удар. Вот это круто. Так, давай тактику. Нет, не то. Тактику посмотрим. Что у нее? Песнь доблести. Быстрая стрельба. Калечащий выстрел. И атаковать. Улучник. Улучник. Драгун. Не, ну Драгун не годится. Конечно, лучникам она будет. Здание дистанции. Что у нее по экипировке? У нее по экипировке, блин, какой-то беспонтовый кинжал. Лук надо ей дать. Надо бы ей... Лучок дать. Которого у меня нету. Да, я все продал. Погано. Ладно, пусть пока так дается. На тебе хотя бы такую шапку. Так. Это что? Один к хитрости. Неплохо. Один к силе воли. А давай. Пусть будет одета у нее сила воли. Перчатки. Тоже кожаные одеть. Пояс колчан. Так. Колчан, колчан. Огненная стрела. Давай. Дам тебе вот такое добро. Здание ядов. Создает яд и экстракт из корня смерти. Тоже нужны склянки везде. Оружие, покрытое этим слабым ядом, наносит дополнительный урон от сил природы. Каждый атаким. И может оглушить жертву. Вот это вот надо. Из корня смерти по любасику. А ты что можешь? То же самое, что и я получается. Ей бы еще изучить ловушки. Это что? Вор. Ага. Можно еще и обворовывать. Это отличная новость. Тебе что одеть, Морриган? Сейчас по вещицам посмотрим. Физическое сопротивление. Давай я тебе одену. Каску. Ну и теперь остаешься только лишь ты. Оружие. У него меч 7,7 урона. Щит. Что я из-за щиты. Ну щит у него хороший. Поэтому менять я его точно не буду. Меч неплохой. Так. Хорошо. Дядька. Если ты насчет еды, то к этому треклятому коротышке возле церкви. У меня есть на продажу и другие вещи. Ну показывай, что у тебя есть. Посмотрим. Малая грязевая ловушка. Да нет, пока не нужно. Какой-нибудь лучок приобрести беспонтовый. Для моего лучника. Для моего испеченного. Ну что-то как-то дороговато. Я думаю, я найду еще. В моих походах. А пока что, что я могу здесь сделать. Продать вот эти топоры. Всякие. Кинжалы. И тут этот беспонтовый. Это тоже продать. Сребряный браслет. Да нет, это копейки стоит. Кольцо. Подарок. Ожирелье в подарок. Кадисгонщик. Боевая раскраска для Мабари. Ничего себе. Интересно, Мабари это как вместо одного персонажа? Или дополнительно? Не совсем понятно. Рецепт малой аптечки. Рецепт фиала настороженности. Рецепт зелья лириума. В принципе, я и так умею это все делать. Пока не буду голодишку тратить. Пригодится. Что ты еще можешь? Если ты расчет еды, то к этому треклятому коротышке возле церкви. У меня есть на продажу и другие вещи. У тебя закончились весные припасы? Практически каждый вечер является толпа беженцев. И все они умирают с голоду. Все рассказывают о своей печальной участи. А вместо платы предлагают всякие безделушки. Всего пару недель назад я продал этому чертовому торговцу половину того, что было у меня в кладовой. А теперь он дерет втридорога за мои же припасы. Ну, предприимчивый чувак, конечно. Насчет него не беспокойся. Я обо всем позаботился. Правда? Ну, я и не знаю, что сказать. Спасибо? Что спасибо в карман не положишь? Денег бы дал. Спасибо. А почему у него задание висит? Если ты расчет еды, то к этому треклятому коротышке возле церкви. У меня есть на продажу и другие вещи. Есть ли тут в АТ-ринге хорошо оплачиваемая работа? Почитай объявление на доске проповедника, что возле церкви. Там часто предлагают хорошую работу. И, наверное, не разбираешься в ядах. Клянусь кровью создателя. Зачем тебе понадобился яд? Моя ферма от АТ-ринга далеко. Естественно, я опасаюсь порождений тьмы. Я расставил на своей земле капканы. Для этих бестий, говорят, яды так же опасны, как и для всех. А что, если на твой капкан попадет какой-нибудь беженец? Значит, эти чертовы бродяги перестанут совать нос на мою ферму. Кроме того, сейчас по ночам шастают разве что сущие головорезы. Так можешь ты сделать яд или нет? Яд? Я когда-то этим увлекался. Я знал, что если буду всех расспрашивать, то рано или поздно найду подходящего человека. Я бы щедро заплатил за какой-нибудь простенький яд. Такой, чтобы замедлить или отогнать этих бестий. Не знаешь, где можно взять ингредиенты? В северном лесу растут всякие травы. Что касается другого, пошарь вокруг деревни. Многие беженцы так спешили, что побросали свои вещи. Я правда не знаю, что тебе может пригодиться. Кое-что можно сыскать и в моих запасах. Понятно. Ну покажи, что у тебя есть. Бутылок я что-то у него не заметил. Эль? Не эль. Ледяная стрела, огненная стрела. Так. Вот, склянки есть, склянки. Я так понимаю, за одну штучку чуть больше серебрушки. Поэтому я беру сколько? Ну, штук. Да все давай, что нет-то? Купить склянки. Или у него их бесконечное количество? Как-то ничего не прибавилось. Другое. Не наблюдаю я. Очень странно. Аптечки. Странная фигня, если честно. Где склянки-то? Попробую по-другому. Да, склянки появились. Почему они в инвентаре не отображаются? Вопрос интересный. Может быть, время следить где-нибудь? Тоже не видно. Как-то непонятно. Ну да ладно. Кто у меня ядами занимается? Вот ты занимаешься ядами, да? Простенький яд надо создать. Снизить скорость перемещения. Помещение, жертвы. Животный яд нужен. Коин смерти. Ну давай, создать, создать и создать и создать. Сколько ему штук надо, непонятно. Так, ладно. Этого, видимо, недостаточно. Сейчас посмотрим задание. Вот и ринг. Погибший храмовник. Бандиты. Завещание Астагар. Странно. Странно. Почему я не вижу задания про... Про-про-про-про. Текущее задание. Ну ладно, пофиг. Что уж там. Надо пойти пошарить тогда вокруг деревни, пособирать ингредиенты. И наделать ядов. Ты видал новых рекрутов? На твоем месте я бы говорил потише. Тут еще аж два задания вот выдают. Дай я попробую. Это по моей части. О, а давай попробуй. По твоей части раз. Никто не видит? Я на всякий сохранюсь. Фиг его знает, как отреагирует. Если я вскрою сундук. Оп. Вообще без проблем. Ну ништяк. Мне нравится такое. Ты уже нашел себе ночлег? Не прохлопал ушами? Вообще-то я рассчитывал, что это вам не помешает моя помощь. Нам сейчас не нужны мечи. Нас другое волнует. Что людям есть? Где им спать? Да еще, чтобы закончилось все это пьянство. Ты ведь, наверное, не разбираешься в настойках, лекарствах или травах? Я немного с мыслью в травоведении. Что ж, тогда ты сможешь принести нам много пользы. В лотеринг приходит множество разных путников. И среди них немало больных или раненых. Мы делаем все, что можем. Но нам не хватает лекарств. В лесах к северу отсюда растут целебные травы. Если сделаешь пару-тройку припарок, я уж наскребу денег, чтобы за них заплатить. Я запишу все, что тебе нужно знать на этом листочке. Все-таки куда? А вот, ядовитое предложение и больше, чем просто растения. Причина попросила у вас... Малые целебные припарки для беженцев. Трех припарок будет достаточно. Подробности смотрите в записке. Ну как? Удалось тебе найти в лесу какие-нибудь травы? Вот, они мне не понадобились. Это поможет многим страждущим. Знаешь, ты добрая душа. 50 серебра заплатили. Ну, почему бы и нет? Если я могу помочь, почему бы и не помочь? Да, зайти нельзя. Тебе привет. Те хотят, чтобы делали зелье. Те хотят, чтобы яды. Это хочет, чтобы капканы. А зачем тебе нужны капканы? Я решила, что мне тоже не помешает поставить пару капканов на своей земле. Но Барлин хочет смазать свои капканы ядом. А мне нужны обычные капканы. А почему бы тебе просто не купить капканы? Барлин скупил все капканы в деревне и расставил на своих полях. Ну, извини, я не умею делать капканы. Извини, что отняла у тебя время. Я слышала, ты дочь Флемет. Ведьмы из дебри Каркари. А я слышала, что ты мыла ноги зимой и простудила мозги. Но мы ведь все знаем, что это неправда. Но иногда слухи не врут. И в этом они правы. Знаешь историю о... Конечно. Думаешь, мать отпустила бы меня прежде, чем рассказала все о своей молодости? Моя мать тоже много рассказывала. Это она привила мне любовь к старинным сказкам и легендам. От сказок моей матери у меня кровь в жилах стыла. И кошмары снились. Какой девочке захочется слушать о том, как ее мать приводит к себе на ложе мужчин-дикарей? Использует, пока выдерживают и убивает. Тем более... Я видел, как ты таскал припасы из моей повозки. Да вы же слепые равнинные кроты. Что вы можете видеть? Хассенд никогда не опустится до воровства. А вы, болотные крысы, все воры и лжецы. Хватит! Люди здесь и так перепуганы и доведены до крайности. Не хватало еще, чтобы вы сцепились. А как же мои припасы? Я сказал, хватит! Отцапались. Опа, кто-то сидит. Мэр этот Васид, ты ведь меня в плен не брал? Мне нечем позабавить тебя, эльф. Оставь меня в покое. Ты пленник? Кто тебя-то сюда посадил? Я в клетке, разве не видно? Посадила меня сюда церковь. Преподобная мать сказала, что он вырезал целую семью. Даже детей. Да, она так говорит. Стэн из Бересаада, авангарда. Из народа Кунари. Я фанатик, рад тебя видеть. Никак ты надо мной смеешься. Или проявляешь хорошие манеры, столь редкие в ваших краях. Хоть это и не важно, но уже скоро я умру. Взгляни. Гордые и сильные создания посадили в клетку, как приманку для порождения тьмы. Если нам он не нужен, давайте выпустим его хотя бы из сочувствия. Сочувствие? Не ожидал этого от тебя. А еще я бы посадила туда вместо него Алистера. Нет, этого я как раз ожидал. Предлагаю все же предоставить меня моей судьбе. Что-то такого натворил, что очутился здесь. Меня обвинили в убийстве. Неужели селяне вам не рассказывали? Это действительно твоя вина? Ты спрашиваешь, чувствую ли я себя виноватым, или в ответе ли я засадеянное? Что бы я ни чувствовал, что бы я ни сделал, жить мне осталось недолго. Так, кого ты убил? Семью с фермы. Восемь человек, не считая детей. Интересно. Должно быть, сложно было тебя поймать. Незачем ловить того, кто сдается сам. И ты не сопротивлялся? Я ждал несколько дней, пока приедут рыцари. Почему? Потому что я так хотел. А тебе не хотелось бы искупить свою вину? Смерть станет для меня искуплением. Это не единственный способ. Какое же искупление ты считаешь соразмерным моему злодеянию? У меня есть очень-очень важное задание. Важность понятия относительное. Отсюда вот мало, что кажется значимым. А преподобная мать не согласится тебя выпустить? Я бы на ее месте не согласился. Я пока тебя оставлю. Что ж, всего хорошего. Быть оставленным на голодную смерть? Или отданным на растерзание порождением тьмы? Никто такого не заслуживает. Даже убийца. Ты хочешь от меня чего-то еще? Если я чего-то хочу, так это умереть в бою. Но раз не судьба, буду ждать порождение тьмы. Мне сейчас очень нужна умелая помощь. Не сомневаюсь. Какого же рода помощь? Я поклялся защитить мир от Мора. От Мора? Значит, ты серый страж? Именно. До моего народа доходили легенды о силе и умениях серых стражей. Впрочем, не каждая легенда обязана быть правдой. Возможно, согласится, если ты скажешь ей, что серым стражам нужна моя помощь. Впрочем, я так и так наверняка погибну. Что ж, всего хорошего. Быть оставленным на голодную смерть? Так, это понятно. Чтобы быть оставленным, давайте схожу я, пожалуй, к матери преподобной. Может, она его действительно отпустит? Морриган, ты очень красивая. Я и сама это отлично знаю. Но ты всегда одеваешься в такое тряпье. Оно тебе, пожалуй, идет. Дыра тут, прореха там, чтобы кожу было видно. Я понимаю. Надеюсь, ты понимаешь, что я жила в лесу. Может, когда-нибудь мы добудем тебе красивое платье? Шелк. Нет, пожалуй, бархат. Бархат тяжелее. Он лучше защитит от фирилденских холодов. Темно-красный бархат. Да, и золотая вышивка. Конечно, с глубоким декольте. Мы же не станем скрывать твоих достоинств. Перестань пялиться на моей груди. Это меня ужасно смущает. Тебе так не кажется? С глубоким декольте нужно будет еще подобрать волосы, чтобы открыть эту дивную шейку. Вот дает, а. Я скорее позволю Алистеру одевать меня. Будет прелестно, обещаю. А еще нужны будут туфли. О, туфли. Надо будет вместе пройти с палавком. Что за жесть? Что за жесть? Добрый день, сестра Лилиана. Не думала, что ты еще в лотеринге? И я рада вас видеть, ваше преподобие. Итак, чем же я могу тебе помочь? Я хочу поговорить о Стэне. У Нали, которая ты заперла в клетке. Может, было бы милосердней сразу его казнить. Но пусть его участь будет в руках Создателя. Зачем он тебе нужен? Я хочу, чтобы его освободили. Он мне пригодится. Тогда и мы с тобой станем убийцами его следующих жертв. Я пришел вернуть к Нари его соплеменникам. Мне кажется, это очень маловероятно. У тебя есть какие-нибудь документы, которые могут подтвердить твои слова? Хм. Я Серый Страж, и мне нужна помощь в борьбе с порождениями тьмы. Серый Страж? Создатель милосердный. Я вынуждена просить тебя уйти отсюда, прежде чем по твоей вине на нас обрушатся неприятности. Начинается. Ты же уже знала, что я Серый Страж. Отдай мне Кунари, и я уйду сражаться с порождениями тьмы. Чтобы сражаться с Мором? Возможно, это искупит его грехи. Но ты уверен, что он станет тебе подчиняться? Если нет, я просто убью, и нет проблемы. Я нет. Не могу. Если обнаружится, что мы помогаем тебе, у нас будут неприятности. Но ведь единственный настоящий враг порождения тьмы... Создатель скорбит о жертвах Кунари не меньше, чем о тысячах павших при Астагаре. Прощай. А чё ты начинаешь? Ещё разок давайте пообщаемся. Что если смерть этого Кунари сложнит отношения с его сородичами? Создатель требует правосудия для всех, независимо от того, к какому народу они принадлежат. А ты не хочешь изменить своё решение? А что ты на это скажешь, Лилиана? Ты своего спутника знаешь лучше, чем я. Сейчас тяжёлое время, ваше преподобие. С нами Кунари может принести пользу. Я в этом уверена. Ха, ломали. Ха-ха-ха. Нормально. Ну, теперь осталось его выпустить. Мне это совсем не нравится. Морриган, мне бы хотелось узнать, веришь ли ты в Создателя? Конечно, нет. Мне не свойственен примитивный страх перед Луной, а потому не приходится верить в сказки, чтобы... Ты хочешь от меня чего-то ещё? У меня есть ключ от твоей клетки. Честно признаться, не думал, что жрица с ним согласится расстаться. Она согласилась выпустить тебя под моим надзором. Пусть будет так. Освободи меня, и я помогу тебе бороться с Мором. Чем именно ты можешь нам помочь? Я пойду в авангарде и расстанусь с жизнью в бою. Я знаю военное дело. А вашим землям пригодится любая помощь. Отлично. Я тебя выпускаю. Значит, вот так это делается. Я пойду за тобой в бой. Так я обрету искупление. Спасибо, Стэн. Я рад, что ты с нами. Может, пойдём? Не хочу здесь задерживаться. Так, и что он умеет, этот Стэн? Не совсем понятно. Ну, разбойник мне по-любому нужен. Хромовник по-любому нужен. Морриган. Тоже крутой маг. Ну, не знаю. Давай посмотрим. Что он умеет? Значит, воин. Так. С двуручным оружием. Будет агрить, запугивать. Ну, кстати, нормальная тема. Огроменный такой дядька. Вот только у него нет ни хрена оружия. Он голый босс. Поэтому... Сколько у него здоровья? Подожди, какого он уровня? Седьмого. А что у него 176 здоровья аж? А у тебя сколько? А у этого вообще 185. Ну, мы, конечно, хиленькие. Вместе с учеником. Так, ну, пока он мне не пригодится. Сменить отряд. Значит... С Морриган будем ходить. Пока что. Ну, и на этом давайте закончим. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всего хорошего. И до новых встреч. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok